В кабинете и в бригаде редко только утром и вечером. В основном все в полях. То есть это свежий воздух, природа, красота. Работу на большом предприятии часто представляют либо в огромном цеху, либо на сложной установке. Но работа добывающих активов башнефти, входящей в состав Роснефти, во многом завязана на трубопроводах. И за их состоянием тоже нужно следить. Вот можно заметить, давление выровнялось, можно закрыть кран и посмотреть на герметичность. То есть потеков не обнаружено, значит крышка держит хорошо. Можно проводить дальнейшие работы. Ильгиз Бакиров – линейный трубопроводчик. Он именно тот специалист, который отвечает за сохранность километров коммуникаций. С ним мы встретились на одном из участков трубопровода, чтобы понять его работу. Трубопроводчик линейный – это, так скажем, боевая единица башни в добыче, которая совершает обходы по трубопроводам. У трубопроводчика есть определённый закреплённый обход, по которому он совершает ежедневно. Какой-то участок он совершает пешим походом, то есть осматривая охранную зону трубопровода. И есть, грубо говоря, маршрут, который совершает на автомобиле, то есть осматривая потенциально опасные участки. Готовим инструмент. Это, получается, два искры безопасных ключа, зеркало и фонарь для осмотра внутренней части трубопровода. То есть два запасных манометра для замены в случае неисправности, которая стоит на камере. Также я с собой беру консистентную смазку, беру поршень для запуска очного устройства. Знаки. Проход проезд запрещён. Не открывать работают люди. Газопасные работают. С собой все инструменты приготовил. Задание от мастера получаю и выдвигаюсь уже непосредственно на камеру приёма. Он отмечает, ну, выходит на связь с мастером, говорит, что обход начинаю. И идёт по, получается, трубопроводу из одной точки в другую. Конца пешего обхода он опять выходит на связь с мастером. Говорит, я пеший обход закончил на таком-то пикете. Продолжаю обход на автомобиле. Есть у нас норма 8 км в день. Это пешего обхода, только пешего. То есть больше 8 км в день трубопроводчик не может ходить. Сам Ильгиз, разговаривая с нами, признался, что работу свою тяжёлой не считает. В профессии он уже 5 лет и ни разу не задумался о том, чтобы её сменить. Сам я с Ульяновской области, с города Димитровград. Ну, с супругой познакомились, сюда переехали жить. Устроились здесь на работу. В 2019 году, 5 лет назад буквально, вот в сентябре будет. То есть она у меня, у меня лаборант химического анализа, тоже в Башнефт-добыче. Просто посоветовали, сказали, вот в Башнефте стабильный заработок, хорошая работа, приятный коллектив, компания прекрасная. Пришёл я, получается, на собеседование к начальнику цеха своему, по терминологии немного погонял. И всё, как бы, мы, говорит, тебе позвоним. Ну, я думаю, ну всё, не прошёл собеседование, уже расстроился. Буквально через 2 дня, всё, собирай документы, оформляйся. Всё, типа, ты нам подходишь, мы тебя берём. Первый день на амбразуру никто никого не кидает. То есть с тобой уходит наставник, то есть человек опытный, который уже большую часть времени отработал уже в этой сфере, он уже знает все нюансы, все аспекты. Первый обход, помню, у нас был 18700 протяжённость. Мне достался парень, который уже порядка 6 лет отработал. Мастер ему говорит, покажи вот новенькому работнику, как совершаются обходы. Честно, я первый день мозоли такие натер, потому что я за ним не успевал. То есть вот он привык на протяжении 6 лет там, как метеор лететь. Первый день я пришёл, думаю, вот, блин, досталось, конечно, мне. Но потом ничего, как бы со временем притираешься, как бы привыкаешь и уже в ногу со всеми. За время работы на объекте мы ни разу не заметили, чтобы Ильгис отошёл от инструкции. Если нужно было решить задачу конкретным инструментом, он не искал ему быструю замену. Уже второй год специалист принимает участие в конкурсе лучшей по профессии и всегда входит в тройку лучших работников. Поэтому очень быстро Ильгис получил ещё одну должность, уполномоченный по охране труда. То есть это развитие, во-первых. Во-вторых, это шанс, так скажем, показать себя в резюме. Это всё равно отразится. Человек сразу видно, активно принимает участие, не сидит на месте, не стоит, развивается. Всего уже замечает. Значит, ага, человек, у человека есть потенциал, человек может развиваться. Почему бы не дать ему шанс? Белая каска – это ИТР служащий, то есть инженер-технический персонал. Оранжевая либо жёлтая каска – это у нас трудовой коллектив. А зелёная каска – это каска уполномоченного по охране труда. То есть это, получается, человек, который следит также за безопасностью труда в цеху, в бригаде. Стабильный заработок, безопасная работа, безопасный труд. Компания «Роснельборшнефть» с другими компаниями, с ними очень хорошо конкурирует. Люди, приходя на работу, знают, что они вернутся домой в целости и сохранности. Вот сейчас планирую через три года закончить высшее обучение, получить диплом, ну и, соответственно, по карьерной лестнице дальше пойти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова